Здравствуйте! Это прямой разговор в студии Светланы Черненко. Об эпидемиологической ситуации в Серпухове и о мерах, используемых по предотвращению коронавирусной инфекции, поговорим с главой городского округа Юлией Купецкой. Юлия Олеговна, здравствуйте! Добрый день! Юлия Олеговна, мы с вами встречаемся в 15.00 и расскажите, на данный момент какая эпидемиологическая ситуация в Серпухове сейчас? К сожалению, на сегодняшний день, в понедельник на 15.00, у нас есть два подтвержденных официальных случая заражения серпуховичей коронавирусной инфекцией. Один пациент у нас находится непосредственно в инфекционной больнице, второй пациент, учитывая, что симптоматика не тяжелая, находится под контролем в домашних условиях. А какие условия сейчас в инфекционном стационаре? Какой работает? Мы говорили о том, что у нас инфекционный стационар переведен на режим повышенной готовности. У нас изначально было 42 коечных места, которые были увеличены до 90. То есть 90 коечных мест у нас готовы к приему пациентов, у которых будет подтвержден диагноз коронавирусной инфекцией. Весь врачебный персонал готов, поэтому мы находимся в режиме повышенной готовности. У врачей паники нет в связи с тем, что у них появилась такая пациентка? Я думаю, что все переживают, потому что все впервые столкнулись с такой ситуацией. И действительно очень важно грамотно и правильно отработать все случаи, которые поступают непосредственно к нам в инфекционный стационар. Но эта работа важна, и мы сейчас все смотрим на врачей, и все ждем от них качественной работы. Очень много людей спрашивают, можно ли самим сдать тест на коронавирус. В Сербхове есть такая возможность? Тест самим здоровым людям, которые без симптоматики, сдать можно через частные лаборатории по предварительной записи. Так у нас работает гематест. То есть здоровый человек может обратиться для того, чтобы проверить, нет ли у него заболевания. Что касается сдачи через непосредственно медицинские учреждения, через Роспотребнадзор, то прием анализов осуществляется только в отношении тех лиц, которые либо прибыли из-за рубежа, которые находятся в режиме самоизоляции, либо у тех лиц, которые были в контакте с зараженным коронавирусной инфекцией. То есть это четко по показаниям медиков. В связи с тем, что появилось, коронавирус появился в Сербхове, в связи с тем, что появилось два заболевших, будут ли ужесточены меры по режиму самоизоляции? Мы работаем в общем режиме, который установлен для всей территории Московской области. И режим самоизоляции вводился у нас 26 марта, в том виде, в котором мы его видим сейчас. Пока никаких дополнительных мер по ужесточению режима самоизоляции не предпринимается, и проектов данных нормативных актов на сегодняшний день, на 15 часов, пока нет. Но здесь нужно обратить все-таки внимание о том, что у нас есть режим самоизоляции для тех лиц, которые прибыли из-за границы, либо которые входили в контакт с заболевшим, им запрещено выходить из дома в течение 14 дней с момента контакта, либо с момента возвращения из-за границы. И у нас режим самоизоляции жесткий для граждан старше 65 лет или носителей серьезных хронических заболеваний. Для всех остальных жителей Московской области или городского округа Серпухов введен режим ограниченного выхода на улицу. Других каких-то серьезных ограничений пока не введено. То есть пропусков в ближайшее время не будет? Эта тема очень широко обсуждается, в том числе в средствах массовых информаций, в социальных сетях. Пока разговора о вводе пропускного режима нет. Об этом говорил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, что мы не переходим на пропускной режим в связи с тем, что жители Московской области достаточно четко соблюдают режим самоизоляции. Мы с вами по режиму этих выходных дней видели, что действительно жителей было намного меньше. Очень многие наши граждане серьезно отнеслись к вопросу самоизоляции и постарались максимально остаться дома. Есть, конечно, те жители, которые выходят на улицу. У нас мы видели в соцсетях видео, когда наши взрослые жители выходят играть в футбол или родители выходят гулять с детьми. Но еще раз хочется обратиться к каждому жителю, что нужно отнестись ответственно к этой ситуации. Да, она непростая, да, ее тяжело воспринять. Но сегодня от нас с вами зависит, как будет распространяться инфекция, насколько мы будем здоровы, насколько будут здоровы и живы наши родные и близкие. Поэтому каждый для себя должен решить, как правильно поступить в этой ситуации. Наверное, всем нам нужно остаться максимально дома. Много тех, кто нарушил вот этот режим, ввели же штрафы за нарушение режима. У нас в Сербхе есть такие? Штрафы, опять же, введены законом Московской области для тех, кто нарушил режим самоизоляции. Это та категория, в отношении которой введен карантин в течение 14 календарных дней для жителей старше 65 лет. Полномочиями по составлению административных протоколов являются сотрудники полиции либо сотрудники АДАМ-технадзора, которые выявляют правонарушителей, могут вынести либо предупреждение, либо уже непосредственно протоколы о привлечении к административной ответственности. Но само постановление было опубликовано в субботу. То есть вот начиная с субботы, это у нас было 4 апреля, есть возможность у соответствующих органов привлекать к административной ответственности. Но вот мне, например, непонятно, да, вот как бы люди ходят. Получается, что они приходят на дом, проверяют, есть ли дома человек, который приехал из-за границы, или же они могут подойти к любому, кто проходит на улице и попросить там, не знаю, документы или объяснить. Те люди, которые приехали из-за границы, они уже изначально поставлены на учет и в Роспотребнадзоре, и в полиции, как люди, находящиеся на карантине, на самоизоляции. Поэтому данные о всех таких лицах уже есть непосредственно в ОВД и осуществляется мониторинг, соблюдение режима самоизоляции. Что касается людей, которые находятся на улице, к ним действительно могут подойти сотрудники полиции, уточнить, куда они направляются, зачем. Еще раз разъяснить о том, что введены ограничения по передвижению и о том, что желательно всем максимально находиться дома. Тут уже такой фактор доверия, то есть... Да, в большей части да, но мы с вами говорим, что здесь все зависит от нашего с вами самосознания. И о том, насколько будет распространяться инфекция, зависит действительно от каждого из нас. Если мы говорим, что на территории городского округа уже зафиксированы официально два случая, мы с вами можем потенциально предполагать, что у каждого из заболевших есть круг общения, тех людей, с которыми они были в контакте. И эти люди сейчас уже находятся под контролем. Это люди, у которых также взяты анализы на коронавирусную инфекцию. И ожидаем мы получения этих результатов в ближайшее время. И здесь этот вопрос для себя должен задать каждый. Где он мог... с кем он может столкнуться? В магазине, либо на улице. И я думаю, что выходя из дома, мы все попадаем под определенный риск. А неизвестно, вот у этих двух заболевших, они из-за границы вернулись? Эти лица не вернулись из-за границы. То есть они заразились коронавирусной инфекцией в результате контакта с заболевшим. Юлия Олеговна, вы в субботу проинспектировали торговые центры городского округа. Как там соблюдаются ограничительные меры? Действительно, наша работа не останавливается, потому что жизнь в городе продолжается. У нас работают коммунальные службы, у нас работают сетевые магазины, которые осуществляют торговлю товарами основной потребительской корзины. У нас работают аптеки, детский мир, потому что там непосредственно товары для детей, питание и так далее. И наша задача была в том числе и проверить, как правильно работают торговые сети, как правильно они работают с покупателями, насколько соблюдаются меры санитарной защиты, в том числе и для сотрудников. Мы проехали в основные крупные торговые сети. Это лента, метро, магнит, пятерочка. Посмотрели, как они работают. Действительно, на момент нашего приезда, я просто хочу подчеркнуть, что это были не запланированные выезды. Никто не знал, в какой магазин, в какое время мы поедем. Все сотрудники находились в масках, находились в перчатках. На столе у каждого сотрудника на его рабочем месте находились дезинфицирующие средства для рук. Вместе с управляющими торговых сетей мы прошлись непосредственно по территории. Посмотрели, как развешаны дезинфицирующие средства для потребителей. К примеру, могу привести в ленте. Дезинфицирующие средства стоят рядом с точкой выдачи тележек. То есть можно подойти, продезинфицировать руки. И непосредственно в торговом зале тоже есть несколько точек, где также можно продезинфицировать руки для того, чтобы уже взять непосредственно товар с полки. Я думаю, что это дополнительная мера защиты, в том числе и для покупателей. И, конечно, что очень нас волновало, это разделительные линии на кассах, потому что мы понимаем, что в данной ситуации нам нужно максимально сократить число контактов с посторонними людьми. И вот эта разделительная линия, которая наклеена через полтора метра друг от друга, позволяет нам все эти меры предосторожности в том числе соблюдать. Я хотела добавить, что в метро также висят эти антисептики, вот в районе, где тележки. В пятерочке, когда я вчера ходила за хлебом, там даже продавцы сами взяли на себя ответственность и постоянно, непрерывно говорили людям, чтобы они соблюдали вот эту дистанцию в полтора метра. Ну, действительно, торговые сети очень серьезно подходят к данной проблеме, потому что мы понимаем, что там, где у нас продаются продукты питания, это одни из немногих магазинов, которые остались работающими, куда у нас идет основной контингент потребителей. И поэтому максимально нужно предпринять все меры для того, чтобы сохранить и защитить здоровье и покупателей, и тех людей, которые работают в торговых центрах. И во всех магазинах мы видим в том числе и информационные стойки, где написано о правилах по безопасности во время режима самоизоляции и по соблюдению мер гигиены в том числе. Сегодня все школы Московской области, да и России вышли на дистанционное обучение. Как в Серпухове это произошло? Все ли школы вышли на вот эти онлайн-платформы? Действительно, с сегодняшнего дня мы всех своих учеников переводим на дистанционное обучение. Были технические проблемы с онлайн-платформой, на которую утром все школьники Московской области должны были подключиться, и мы об этом знаем. Сейчас налаживают интернет-связь для того, чтобы не было никаких сбоев, но уже сегодня мы можем наблюдать, что на школьном портале, в электронных дневниках появились домашние задания от учителей, которые дети уже должны выполнять дома и сдавать домашние задания. Поэтому наше время не останавливается, дети продолжают учиться. Технические проблемы, которые возникают с платформы, их будут настраивать. Я думаю, что буквально завтра, послезавтра мы все с вами встретимся с учителями уже на дистанционном обучении, друг друга увидим и сможем продолжить наше обучение в обычном режиме, пусть и не совсем привычном для нас, но получать знания мы не прекратим, будем точно так же учить наших ребят. Учителя готовы к новой платформе? Получается непривычный для них кабинет, что говорит Комитет по образованию? Я думаю, что учителя у нас достаточно опытные, которые умеют быстро трансформироваться в любой сложившейся обстановке. Поэтому я думаю, что и детям это новое учение, дистанционное, с ноутбуками, с планшетами, с телефонами, в том числе понравится, и мы все-таки получим хорошие результаты по итогам года. Но у нас же есть не только школы, которые сегодня перешли на дистанционное обучение, у нас есть еще и детские сады, и часть детских садов у нас работает в формате дежурных групп, потому что не все предприятия остановили свои работы. У нас есть предприятие с непрерывным циклом производства, и детишек нужно приводить в детские сады. И если на прошлую неделю, на конец, на пятницу, у нас пришло утром 56 детей, то на сегодняшнее утро таких детей было 108. Это самое максимальное количество за все время работы дежурных групп, поэтому сегодня у нас работает 18 дежурных групп по 18 детских дошкольных учреждениях по всему городскому округу. Кстати, вот вопрос по поводу детских садов. Когда мы перед нашей встречей с вами, мы анонсировали в социальных сетях о том, что у нас будет с вами эфир, и жители задавали вопросы. Вот один из вопросов, то, что в поселке Большевик спрашивают, будет ли в их детском саду такая дежурная группа, и что делать, как им ее организовать? Дежурные группы мы создаем по потребности, потому что понимаем, что в детский сад, помимо детей, у нас еще должен прийти персонал, это у нас должны быть и воспитатели, и нянечки, в том числе повара, которые будут кормить детей, у нас процесс не останавливается. Поэтому создать в конкретном детском саду, допустим, группу, открыть группу для одного, для двух детей, это просто экономически нецелесообразно. И мы сейчас компонуем, объединяем детей по микрорайонам, для того, чтобы в одном детском саду, допустим, в микрорайоне, создать эту дежурную группу. По Большевику мы сейчас ситуацию отработаем, посмотрим, куда нам максимально близко можно перевести детей, либо открыть непосредственно дежурную группу в Большевике, если там будет действительно нужная потребность. У нас в группе дежурная не должна превышать более 12 детей. Поэтому сейчас посмотрим, если потребность действительно такая и она есть, то, значит, будем рассматривать вопрос открытия дежурной группы именно там. А от скольки детей начинается открытие? Вот максимум 12, а минимум? Ну, здесь нам нужно смотреть, но минимум нам нужно детей 5-6, потому что персонал все-таки должен работать для кого-то. Вот еще один вопрос от жителей. Во время режима изоляции достаточно много помощи оказывается многодетным семьям. А будет ли какая-то помощь оказана семьям, у кого один родитель? Ситуация действительно непростая. Мы понимаем, что сегодня абсолютно разные семьи попали в трудную жизненную ситуацию. Первое, что мы делали, это мы отрабатывали вместе с управлением социальной защиты населения, с волонтерами, с партией «Единой России», наших пенсионеров, которых 37 тысяч, старшая возрастная группа. Мы отрабатывали многодетные семьи, у нас более полутора тысяч, у которых трое более детей, по необходимым мерам поддержки. Но понимаем, что не только эта категория у нас сейчас страдает, на самом деле очень серьезное материальное положение попали многие семьи. Для этого мы открыли телефоны горячих лень непосредственно в администрации, куда действительно семья, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, может обратиться. И попросить либо поддержку, помощь, мы будем смотреть, в каком формате ее оказывать. Может быть, кому-то нужна просто консультация, кому-то нужны действительно меры материальной поддержки. Но здесь уже нужно будет подходить адресно к решению тому или иному вопросу. Но хотелось бы определенную ремарку вставить. Это не означает, что каждый принимает для себя решение взять, позвонить и попросить поддержку. Давайте мы все-таки честно зададим себе вопрос, а нахожусь ли я сегодня в трудной жизненной ситуации. Ведь, наверное, какая-то категория, да, действительно, и мы ей должны помочь. Но чтобы у нас не получилось, что превалировать будут звонки тех людей, которым помощь, во всяком случае, сегодня, вот именно в сегодняшний момент не нужна, давайте мы себе, прежде чем набрать этот номер телефона, честно ответим, нужна мне поддержка сегодня или нет. Если вы себе говорите, что точно она вам нужна, мы, конечно, никому не откажем. Пожалуйста, звоните, обращайтесь, мы будем помогать, мы находимся рядом, все наши сотрудники находятся на рабочих местах, большую помощь нам оказывает волонтерское движение, большую помощь осуществляет партия «Единой России», общественная организация. Поэтому пул тех людей, которые могут помочь, он действительно на сегодняшний день достаточно серьезный и сильный. Еще один вопрос. Мне кажется, вот с дезинфекцией подъездов уже более-менее все урегулировано работой управляющей компанией, но теперь жители интересуются, почему в городе проводится сухая машинная уборка улиц. В связи с этим поднимается пыль. Не целесообразнее ли сделать, чтобы это была мокрая уборка, и чтобы и пыль, и инфекция не распространялась? Ну, конечно, удобнее, когда мы проводим мокрую уборку, но погодные условия, которые мы с вами видели на прошлой неделе, не позволяли нам проводить мокрую уборку территорий. Были периодические перепады через ноль, и понимая о том, что если мы начнем убираться, в дальнейшем температура у нас опускается, то мы переходим с вами в режим гололеда. Если мы с вами говорим об улице, то при нулевой температуре, минус нулевой, мы обязаны тогда посыпать дороги песко-соляной смеси, и мы с вами приходим к абсолютно обратному эффекту. То есть мы с вами моем территорию, сверху посыпаем песком и выходим на ту же пыль, в том числе и грязь. После того, как эта вся вода сойдет, у нас с вами все, что будет в бортовом лотке находиться, опять будет на дорогах. Именно поэтому сейчас происходит пока только сухая чистка. Как только мы выйдем на устойчивый плюс, и в ночное, и в дневное, и в утреннее время, мы сразу перейдем к влажной уборке территории. Это действительно удобнее, это качественно, но мы ждем соответствующих погодных условий. Будет ли оказана помощь людям, которые попробовали в новую налоговую систему, систему самозанятых жителей? В общем, очень много вопросов именно по этому поводу поступает, поскольку люди ориентуют какие-то свои точки для продажи или в салонах кабинеты, а некоторые ведут таким образом бизнес. Сейчас у них это все, грубо говоря, встало, и им просто не на что жить. Будет ли от городского округа оказана поддержка? Давайте мы эту ситуацию тоже разделим на несколько частей. У нас, конечно, есть субъекты, это в основном малого и среднего предпринимательства, которые действительно сейчас больше всего страдают от той ситуации, которая сложилась, потому что они вынуждены закрываться в соответствии со всеми руководящими документами. На уровне правительства Российской Федерации уже определен перечень тех отраслей, в которых будет такая точечная специализированная поддержка, принята на федеральном уровне, которую мы все с нетерпением ждем. Я специально с собой взяла сведения для того, чтобы еще раз для телезрителей проговорить, какие же это отрасли. Это транспорт, туризм, организация общественного питания, организация конференций и выставок, деятельность в области искусства, спорта, отдыха и организации развлечений, образование, сдача в аренду собственных или арендованных жилых и нежилых зданий и помещений, выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля, розничная торговля непродовольственными товарами и стоматологическая практика. Это те направления деятельности, которые правительством Российской Федерации определены как наиболее прострадавшие в связи с развитием коронавирусной инфекции. И для этой категории субъектов будут приняты отдельные меры поддержки на федеральном уровне, и мы все с вами их в ближайшее время ждем. Но уже понимаем, что субъекты, которые работали непосредственно в этой сфере, без определенного точного внимания, не останутся. Что мы можем сделать на уровне муниципалитета? Мы сейчас готовимся к принятию документов об каникулах по арендным платежам в отношении муниципального имущества. Буквально на этой неделе мы ждем руководящих документов с правительства Московской области для того, чтобы уже у себя на территории городского округа принять документы о мерах поддержки субъектов малосреднего предпринимательства по арендным платежам за наше муниципальное имущество. Это будет касаться не только тех отраслей, которые я назвала, это будут касаться всех предпринимателей, всех промышленников, которые работают на территории городского округа Серпуха. Дополнительно по мерам поддержки наиболее пострадавших отраслей также занимается у нас налоговая сфера. И буквально в ближайшие дни мы ждем принятия решения о налоговых каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении всех налогов пока за исключением НДС и 2 НДФМ. Но эти нормативные документы мы также как и субъекты малосреднего предпринимательства ждем с федерального уровня. Но об этом уже сегодня заявляет правительство Российской Федерации. Поэтому я думаю, что в отношении каникул это буквально считанные дни, когда мы с вами увидим документы и сможем ими воспользоваться. Отдельные меры поддержки у нас оказывают и банки. Мы понимаем, что многие предприниматели работали в том числе с кредитами. И мы обратились в самые крупные банки на территории городского округа. Это Сбербанк, ВТБ, Возрождение, которые сегодня уже готовы рассмотреть точно по каждому предпринимателю реструктуризацию кредита либо предоставление каникул по уплате кредитных платежей. Сегодня Сбербанк и ВТБ уже предлагают услуги по выдаче беспроцентного займа на выплаты заработной платы. Это вот те меры, которые банки готовы оказывать предпринимателям. Также банки отрабатывают точно с каждым заемщиком по поводу уплаты ипотечных кредитов и предоставления каникул по оплате ипотеки. А каникулы на уровне муниципалитета они по продолжительности какими будут? Полгода. Вот сегодня мы буквально делали опрос у людей. Многие ехали в Сбербанк с Чернышевского, чтобы получить зарплату. Я так понимаю, что не по всему городскому округу работают тоже Сбербанк. Как-то будут? На прошлой неделе у нас Сбербанк на пятницу открывал одно отделение только на центральном офисе, на советской. Что касается сегодня, понедельника, у нас заработали офисы и ВТБ, и Сбербанка по всей территории городского округа. Я думаю, что сейчас ситуация у нас значительно улучшится, потому что действительно очень много было обращений от жителей, как им попасть в банки, если банки работают только в онлайн-режиме, то есть через мобильное приложение, либо работают только банкоматы. Мы отработали с банками, понимая, что это действительно очень важные вопросы, в том числе для пенсионеров, которые пенсию получают непосредственно на Сбербкнижку. И сейчас банки работают в обычном доступном режиме для всех граждан. И продолжая немножко тему красоты, вот салонов красоты, очень много людей, не только из Серпуха, но и по всей России, после заявления мэра Москвы Сергея Собянина о том, что салоны красоты с медицинской лицензией будут продолжать работу, начали просить своих глав муниципалитетов сделать то же самое. Вот как вы на это смотрите? Ну, я пока могу только оперировать официальными документами. На сегодняшний день, согласно постановлению губернатора, все салоны красоты, парикмахерские у нас должны быть закрыты. У нас могут работать только салоны, которые обладают медицинской лицензией и оказывают только те виды деятельности, которые включены в данную лицензию. Никаких других исключений в этом постановлении нет. Поэтому, если салон красоты у нас работал в формате оказания бытовых услуг, то есть парикмахерских услуг, маникюрных и так далее, то эти салоны красоты на сегодня должны быть закрыты. Но давайте мы с вами еще порассуждаем в другом формате, опять же, в плане здоровья. У нас история делится на две составляющие. Конечно, это работа субъектов малосреднего предпринимательства. Конечно, те потери, которые сейчас несут. И мы готовы отрабатывать с каждым салоном в точечном режиме. Вот прям по каждому обращению, если они к нам обратятся, расскажут о своей ситуации, мы с ними дальше будем выстраивать дорожную карту, как мы будем выходить из того кризиса, в который они попали. Но если мы с вами будем проговаривать о жизни и здоровье, то, наверное, мы признаемся в том, что салоны красоты сегодня работать не должны. Потому что это как раз то место, где у нас идет тесный контакт между двумя абсолютно незнакомыми людьми. Мы не понимаем, какой контакт у парикмахера или у другого сотрудника салона красоты, оказывающего услуги, косметолога или мастера маникюра. Потому что контакт идет тесно. Это даже не контакт, когда мы покупаем с вами продукты на кассе. Ведь заметьте, в большинстве магазинов уже кассиры отделены либо стеклом, то есть у них дополнительные меры защиты. В салоне красоты все эти меры предпринять невозможно. Мы с вами видим, что уже коронавирусная инфекция на территории Московской области распространяется все интенсивнее. У нас с вами резко изменилась ситуация на территории городского округа Серпухов. Поэтому, наверное, сейчас все-таки самое важное это соблюсти режим самоизоляции, предпринять все меры для того, чтобы остаться дома. И чем правильнее и масштабнее мы это сделаем, чем большинство из нас примет решение остаться дома, тем, возможно, быстрее мы из этой ситуации выйдем. И карантин, и режим самоизоляции будет снят. И тогда мы с вами сможем в спокойном формате приступить к нашим обыденным действиям, к нашей работе и продолжать жить так, как жили раньше. Но вопрос здоровья все-таки, наверное, является более приоритетным. Юлия Олеговна, и еще один вопрос, опять же, по этой сфере. Но я думаю, что вы на него ответили, но все-таки жители задали, чтобы уже точно вопросов у них не было. Возможно ли работа парикмахерская по предварительной записи при условии, что в момент работы в помещении будет находиться от двух до пяти человек? Со всеми мерами предосторожности. Это уже обсудили о том, что парикмахерские в настоящий момент по постановлению губернатора не вправе осуществлять свою деятельность. И мы с вами обсудили, почему. Потому что все-таки на кону стоит жизнь и здоровье тех клиентов, которые приходят в тот или иной салон красоты. Потому что идет тесный контакт между людьми, которые оказывают услуги, и непосредственно потребителям данных услуг. Юлия Олеговна, большое спасибо, что вы к нам пришли и разъяснили ситуацию, которая происходит сейчас на данный момент в городском округе Серпуха. Ну и, конечно, мне хочется пожелать всем жителям городского округа здоровья. Наверное, это самое необходимое, что сейчас ждет каждый из нас с вами. Всего самого наилучшего. Это была программа «Прямой разговор». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова